16 декабря 2001 года. Чуть позже сроки переносятся на август 2002 года. Однако, как в том, так и в другом случае, по независимым от городских властей причинам и обстоятельствам, сбыться этим планом не суждено. Одна из серьезных проблем – поиски компании, способные обеспечить изготовление и монтаж витражей, в связи с чем отделочные работы в терминале приостанавливаются. Мы столкнулись с парадоксальной ситуацией. Нам предложили стоимость этих стеклоблоков, то есть закрыть его стеклопакетами, аж 17 миллионов долларов стоимость. Мы вынуждены были от этой компании отказаться, объявили новый тендер, потеряли в пределах 6 месяцев, но зато сбили стоимость, второй участник давал 14,3 миллиона долларов, сбили стоимость до 4,2 миллиона долларов в выполнении данной работы. Я думаю, что потеря 6 месяцев на тот период времени, он соответствовал саму духу, что мы снизили стоимость практически на 10 миллионов долларов. Ход строительства нового терминала находится под более чем пристальным вниманием и окутан различного рода кривотолками, домыслами и предположениями. Определенным силам выгодно поддерживать болезненную обстановку вокруг строительства терминала. Задача оппонентов любыми путями дискредитировать работу городских властей. Распространяются и тут же обрастают невероятными подробностями слухи о якобы таинственно исчезнувших средствах, выделенных на строительство терминала. У нас секретов никаких нет. Мы с Бизнес Финанс Лимитед подписали соглашение, согласно которому мы обязаны были перевести на счет НЧС БС, это всемирно известный банк в Лондоне, 10 миллионов долларов, и они обещали 120 банковских дней привлечь финансирование аэропорта, недостающего до окончания данного терминала в объеме 50 миллионов долларов с учетом средства карго, гостиницы и так далее. К сожалению, в тот момент, когда мы отрабатывали уже получение наших денег в соответствии с заключенным соглашением подписанных документов, произошло нечего, это злополучно 11 сентября того года, и деньги, которые были резервный фонд Соединенных Штатов Америки, по поручению правительства, все были направлены на использование, так сказать, денег вовнутрь Соединенных Штатов Америки. 6 миллионов долларов из 10, которые мы отправили на счет, мы уже получили назад. 4 миллиона участвуют в системе финансирования. Если до конца октября финансы не придут, то мы забираем оставшиеся в 4 миллиона долларов и используем их для окончания строительства нашего алматынского терминала. Не секрет, строительство терминала ведется в зоне с неблагополучными сейсмическими условиями. И это еще одно обстоятельство, которым не раз и не два попытались спекулировать определенные силы с завидным упорством, заявляя о якобы сейсмической неблагонадежности строящегося терминала. По решению Акима Алматы создается технический совет, который проводит ряд сейсмоэкспертиз. Многочисленные проверки и эксперименты, проводимые независимыми, в том числе и российскими экспертами, не оставляют сомнений. Алматинский аэропорт способен выдержать землетрясения любой силы. Институт сейсмологии провел расчеты, выдал, что все сделано правильно, данный каркас отвечает всем требованиям и имеет соответствующий запас прочности. И когда на ученом совете в этом институте рассматривался этот вопрос, и когда оппоненты, присутствующие на заседании этого ученого совета, признались в том, что они некорректно подбирали коэффициенты и выбрали неправильную форму расчета, у меня появилось желание подать на них в суд, для того, чтобы они ответили за моральные издержки, которые были принесены Акимату города Алматы и городу Алматы в целом. Но, несмотря на это, мы оказались выше этого. Мы даже настроили специальное оборудование, сделали динамические испытания, то есть сделали натяжку с помощью специальных устройств и резко оборвали это усилие, то есть создали эффект землетрясения. Все датчики, установленные на опорных конструкциях данного терминала, показали, что расчеты сейсмологов оказались на 100% верны, и землетрясения в тот момент мы сымитировали гораздо более чем 8 баллов. Здание международного терминала уже сегодня является одним из крупнейших сооружений Казахстана и не имеет аналогов не только в странах Центральной Азии, но и в СНГ. Общая площадь терминала 29 тысяч квадратных метров. Проект пассажирского терминала отвечает всем международным требованиям и стандартам. Сдача в эксплуатацию нового пассажирского терминала аэропорта города Алматы намечена на День независимости, который ежегодно отмечается в Казахстане 16 декабря. Сегодня 11 октября, и, казалось бы, времени еще более чем предостаточно. Однако ни сами строители, ни власти города, под патронажем которых проходят строительные работы, достигнутыми успехами не обольщаются. Объем строительных работ сегодня выполнен на 90%. И за оставшееся время вот эти 10% нужно выполнить столь же качественно и добросовестно. Заставь архитектора спроектировать дворец. Если он живет в бараке, то его дворец будет похож на барак. Вот наши, не в обиду будет сказано архитекторы, которые разрабатывали данный терминал, заложили ручную обработку багажа в 21 веке и поставили 332 тысячи долларов стоимость системы обработки багажа. Сегодняшняя система обработки багажа полностью автоматизированная. И сейчас уже здесь мы начали ее монтаж. Я думаю, что к 15 ноября полностью будет смонтирована автоматизированная система обработки багажа. Стоит 3,9 миллиона долларов. Так стоит ли экономить несчастные 3,6 миллиона долларов, строя дворец на системе обработки багажа? Параллельно со строительством терминала сегодня ведется работа по благоустройству прилегающей к нему территории. В перспективе реконструкция старого здания международного аэропорта. Мы на себя принимаем обязательства, что мы сделаем здесь суперный ВИП для того, чтобы наш глава государства имел возможность в великолепных условиях принимать глав государств, глав правительств и правительственную делегацию. Это мы начнем уже в 2004 году и сделаем его в мраморе. И он будет самый красивейший ВИП-зал главы нашего государства. Это будет ответ наших алматинцев на то обращение президента, с которым он выступил в апреле месяце этого года к народу Казахстана. Мы стараемся делать и будем впредь делать для алматинцев так, чтобы с каждым днем каждый алматинец чувствовал, что ему живется намного легче, намного проще, намного комфортнее в нашем городе. Это как раз то, чему обязывает нас наш глава государства Руслутан Абдич Назарбаев. Заключительную точку в истории строительства пассажирского терминала аэропорта Южной столицы ставится рано. Предстоит решить еще не один вопрос и проблему. Главное, о чем можно уже сегодня говорить с уверенностью, то, что вопреки всем трудностям, досужим рассуждениям скептиков, алматинский аэропорт будет открыт, как и планируется, 16 декабря 2003 года. Хочу заверить всех алматинцев, что терминал в тот срок мы сдадим. У нас есть к этому все основания, все предпосылки. И думаю, что когда алматинцы будут пользоваться этим терминалом, небольшие неудобства, которые выразились в дополнительных расчетах, в дополнительных испытаниях, в дополнительных каких-то волнениях, треволнениях в душах и сердцах алматинцев, так что бояться нечего, можно будет пользоваться всем услугами нашего аэропорта и терминала Алматы. Аэропорт, как и жизнь, строится один раз. И хотелось бы, чтобы в новейшей истории Казахстана новый аэропорт в знаменательный для нашей республики день открыл свою веху. Потому как в истории любого демократического государства день независимости особая дата. Своего рода экзамен. Экзамен, который все мы сегодня держим. Вадим Вдоин, Дмитрий Мельников, Виктор Степанов, Николай Гудс. Специально для Панорамы недели. Субтитры создавал DimaTorzok